За последнюю неделю зарегистрировано 276 новых случаев. Это на 30 человек меньше. Почти половина, опять мы констатируем, это люди возраста 60+. Большое количество выявлено с Кобылкинского, Розаевского, Краснослободского, Лемберского, муниципальных районов и городского округа Саранск. Небольшой рост заболеваемости COVID-19 наблюдался сразу после 23 февраля и 8 марта. Сейчас в стационарах Мордовии лечат 558 человек. 73 человека находятся в реанимации. 29 человек на ИВЛ. От этого количества цифра очень большая. За каждой цифрой конкретные люди состояние этих людей тяжелое. Прошу медицинских работников и лечебные учреждения обратить на это особое внимание. Практически в два раза превышают среднереспубликанские показатели по заболеваемости в Краснослободском, Атюревском и Ельниковском районах. Их руководителям поручили принять все меры для исправления негативной ситуации. При этом было отмечено, что в восьми районах показатели заболеваемости снижаются, а в десяти цифры заболевших стабильны. По-прежнему высоко количество заболевших среди представителей старшего поколения. В связи с этим временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов поддержал предложение продлить до 31 марта включительно действия больничных листов для возрастной категории 65+, как это было рекомендовано федеральным центром. Также он акцентировал внимание на необходимости проводить масштабную вакцинацию именно серебряного поколения. На сегодняшний день у нас поступило 48 тысяч комплектов вакцины. Более 90% доз уже реализовано. Еще раз делаем акцент на том, что необходимо прежде всего прививать группы риска. Прежде всего это пожилые люди. Именно они уязвимы перед инфекцией, в том числе из-за возможности обострения хронических заболеваний. На заседании отмечалось, что в Мордовии идет снижение числа случаев вне больничных пневмоний. Заболеваемость ОРВИ за неделю составляет около 4 тысяч случаев по республике. Почти половина заболевших – дети. Появился и вирус гриппа. На заседании обсудили и тот факт, что жители Мордовии стали чаще ездить за рубеж на отдых. А в некоторых странах ситуация с COVID-19 остается угрожающей. Тем не менее, по возвращению на родину наши земляки не стремятся делать соответствующие анализы. Количество наших туристов из недели в неделю увеличивается. За последнюю неделю у нас прибыло 194 человека. Мы мониторим наличие исследований на возбудители COVID-19. В единичных случаях мы вынуждены составлять протоколы об административном правонарушении. Это связано с тем, что лица не проходят исследования. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить профилактические рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. В частности, в эти выходные проверили, как организована торговля на ярмарках выходного дня и как провели праздничные масленичные мероприятия. Всего на сегодняшний день по результатам наших рейдов уже вынесено постановление судами на общую сумму 3 миллиона 188 тысяч рублей. Это на лиц, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемических мероприятий. Подводя итог заседания, временно исполняющий обязанности главы Мордовия Артём Сдунов принял решение о том, что снимать ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции на территории республики, пока рано. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.